Все, дорогие мои, познается в сравнении. Что бы вы ни пробовали, чай, кофе, поцелуй, женщину, кино, огурцы в конце концов, ну и конечно же виски. Давайте сегодня попробуем и сравним виски. Я очень люблю пробовать те напитки, которые никогда ранее не пробовал. И сегодня у нас именно такой купажик на столе. Пройдемте. Итак, всем здравствуйте. Привет, Дэн. Привет. Привет. У нас сегодня в гостях Дэн, он никогда еще не был в кадре, он сказал, я очень хочу сняться на канале Mars Club, возьмите меня к себе. И мы сегодня взяли напиток под названием Black and White. Black and White это черное и белое. Это купажированный шотландский виски скотч. Виски скотч это значит шотландский, если видишь слово скотч, это значит шотландский. Ирландцы не пишут на себе скотч на своих бутылках. Почему называется Black and White? Впервые эта бутылочка появилась, бутылка была черная, этикетка была белая. Ну и такое незатейливое название Black and White. Черная и белая. Сейчас интерпретировалась, конечно, бутылка зеленое стекло. Форма бутылки мне очень напоминает Лоусенс. Ну так, сегодня пробуем Black and White. Я никогда раньше не пробовал этот виски. Скажу честно, он меня отпугивал своей ценой. Он самый дешевый. Он дешевле, чем лошадь. И я думал, ну как может быть бутылка стоимостью там 500-600 рублей за 0,7 быть настоящим виски. Ну потом почитал отзывы, посмотрел каналы другие. Все говорят, да неплохой напиток. Тем более он выстаивается 6 лет. В отличие от простых купажей, 6 лет выстаивается в бочках. Но здесь практически 55% это зерновые спирты. А что такое зерновые спирты? По большому счету водка, да? Водка выстаивается в бочках. Выдержанная. Выдержанная в бочках, да. 6 лет стоит. Ну давайте откроем. Да, на самом деле я хотел бы добавить кое-что. Да, я небольшой специалист по виске. Я все привык, ну, не по названиям, а как бы вот пробовать сам. Сортов я пробовал мало. И как бы у меня тоже есть интерес попробовать дешевое. Когда я покупаю какие-то дорогие виски, это уже подразумевает собой, ну, это кажется, что это хорошо, хорошо прям. Это должно быть вкусно. Это маркетинг, да? Иногда раз смотришь на цене, блин, покупаешь и ждешь от этого напитка того, сколько ты денег заплатил. И вот это интересно. Как бы мы сами себе начинаем внушать. Раз мы много заплатили денег, значит оно должно быть вкусным. Если бы мы мало заплатили денег, это должна быть какая-нибудь хрень. Прозрачный, прозрачный. Здесь на бутылочке даже написано, что здесь еще добавлен колер, да? То есть уж такой светлый-светлый соломенный цвет. И плюс еще и подкрашен. Ну, я не знаю, какой он был без краски. Посмотрите, какие ножки, они прям вот как юбочка. Они видны отчетливо прям вот. Ножки-то видны, да? Но цвет... Ну, соломенный цвет. Соломенный цвет, да, легкого шампанского слегка выстоянный. Давайте на нос засудим туда нос поглубже. Ну, чувствуется спиртозность, конечно, но не такая сильная, как я думал. Давай, ну, говори все, что ты чувствуешь, чтобы... Я чувствую слегка спиртозность, чувствую сладость. Чувствую, что пахнет виски. Вот. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну, чувствуется, как какие-то зерновые оттенки, фруктовые оттенки, очень хорошо чувствуется. Некая сладость, медовость даже, да? Неожиданно пахнет. Для шестилеточки с таким цветом пахнет неожиданно хорошо и красиво. Ну, что, присуще всем виски, это пахнет самогоном. Да ладно, самогоном. Ну, скажем тогда, самогоном в хорошем смысле этого слова. Нет, самогона противного запаха я не чувствую, спиртозность отсутствует напрочь. Отбито при всем, при том, что бутылка стояла в комнате, при комнатной температуре очень долго. Спиртозности вообще нет. Просто мягкость, мягкая, красивая, сглаженная, мягкая ароматика. Я когда говорю про самогон, все вот боятся этого слова самогон. Для меня запах самогона это приятный запах. Это не тот бурачный, бурачная бутылка, которая закрыта. На которой мы воспитаны были в детстве. Да-да, морковкой. Кукурузой. Очень приятный запах. Прямо ароматик очень приятно. Я думаю, надо сделать поглоточку. Давай. Ваше здоровье, дорогие. Небольшой глоток. Вот тебе и 700 рублей. Довольно неплохо. Да, отлично. Сладко. Не сахарная сладость, не чайная сладость. Может быть, вы поймете, о чем я говорю. Мягкая сладость, фруктовость и медовость. Где-то эхом, далеким-далеким, некая копченость, может быть, даже дымность. Ну, слегка-слегка-слегка. И удивило отсутствие спиртозности как таковой. Мягенький, хороший дистиллят. Да не люблю я слово дистиллят. Скажи, это виски. Ну, что за дистиллят? Дистиллят самогон дистиллят. Текилу тоже дистиллят. У этого напитка есть название скотч. То есть шотландский виски. Ну, мне нравится. Отличный, да? Мне нравится. Сделаем глоток побольше. Большой глоток меня тоже не обращал. Фрукты, да? Сухофрукты. Какой-то изобилие. Знаете, как компотное. В детстве компот пили. Там яблоки, груши. Все перемешано. Приятное в своей сухости. Но не так ярко раскрыто. Может быть, слегка поверхностно, конечно. Но не такой глубокий. Привкус, ароматика. Давай ты ничего не говори. Я не знаю, что сказать. Мне нравится. Я поддерживаю полностью, что здесь сладкий и фруктовый запах. Фрукты прям... А вкус? Вкус отличного. Нету горечи. Ребята, увидите на прилавке вот этих двух терьерчиков. Черного и белого. Прям рекомендую. Честно говоря, впечатлило. Впечатлило. Не случайно сзади стоит у нас белая лошадь. Я все время купажи пытаюсь сравнивать с белой лошадью. Это самый раскрученный бренд, наверное, в России. И не очень дорогой. Итак, белая лошадь. Наливающую руку не меняем. Оператора попросим снять поближе. Сравним и цвет. Я бы даже не отличил, наверное. Дэн, что ты скажешь по цвету? По цвету, мне кажется, вот этот... Да хотя нет, они одинаковые. Одинаковые, да? Ну давайте собачек в сторону. Возьмемся за кавалерию. Давай на нос. Что я могу сказать про этот виски? Я его пил очень много раз. Потому что он не сильно дорогой. И как бы сама коробочка, вот это все... Он самый раскрученный в России. Раскрученный, да, бренд. Он самый первый, наверное, в Россию пришел. Один из самых первых. На запах я не могу тоже ничего плохого сказать. Пахнет тоже сладостью, фруктами. Спиртовозности никакой нет. Но, как бы я могу сказать, из большинства раз, которые я его пробовал, на утро болела голова. Нюхал? Нюхал, а потом голова болела. Может быть, ты не понюхал. Может быть. Попробуй сравнивать. Все познается в сравнении. Подожди, подожди. Ну, определенно, разница есть. Вот это лучше по запаху. Наши мне не совпали. Давайте, дорогие мои, ваше здоровье. Ну, это более резкий вкус. Он сладковатый. Сладче. Да. И ярко выжженная сладость. Если, ну, опять же, не хочу я вот своим мнением задавить твое. Давай тебя сначала послушаем. Ну, вот этот виски. Лошадь. Кобыла. Белая лошадь, да. Белая лошадь, я бы его смешал. Лошадь, это так было, да? Мерин, это... Смешал бы с вишневым или яблочным соком, наверное. Нет, мы сейчас не о коктейлях. Мы сейчас осуществим напитка. Вот я пробую маленькими глотками. Здесь... Ну, я не знаю, как сказать. Здесь больше спиртозности. Итак, твой вывод, твое резюме. Это бы я отставил в сторону. На прилавке увидел две бутылки. Что бы ты купил? Вот это бы я отставил в сторону. Лучше, конечно же, собачки. Просто незасейливо. Я думаю, лошадь стоит дороже, потому что она раскручена просто. Ну, маркетинг, да, маркетинг. Итак, давай закругляться. В общем, два добрых слова о Black & White. Отличный напиток. Просто, знаете, соотношение цены и качества просто десятка. Заплатить 700 рублей и получить такой вкус – отлично, великолепно. Что касается в сравнении, да, мы проголосовали с Дэном за лошадь. Ну и... Не за лошадь. Ой, господи. За собачек. За собачек, да. За терьеров. За белых терьеров. За белых терьеров. Белые и черные. Black & White. Вы видите, на прилавках, ну, прислушайтесь к нам. Вы выберите то, что, может быть, вам понравится больше лошадь. Будем закругляться. Всем добра, отличные напитки в каждый дом. Мы пытаемся вам помочь в выборе напитков. Ставьте лайки, пишите все, что думаете. Всем пока, быть добру, пока. Пока.